Вот тот режим, который сейчас в России утвердился, на мой взгляд, ему не дана достаточно широко правильная оценка. Я вот предпочитаю говорить о постмодернистском фашизме. Этот термин есть, я его видел у политолога Ларри Даймонда американского. В этом же ключе пишет английский исследователь Питер Померанцев, у него в газете Guardian было исследование о пропаганде современной российской. А Глеб Павловский, который, конечно, знает, о чем говорит, который сам создавал эту систему, называет термин постмодернистский тоталитаризм. В чем суть? Постмодернизм это, в общем, как бы такое учение о размытости всех ценностей. То есть в современной России не то, что идеологии нет, о чем постоянно говорят, вот там национальная идея, но нет вообще общепринятых смыслов. То есть либералам режим говорит, ну, мы за свободу, свобода лучше не свободы. А пенсионерам говорит, вот надо Сталина поднимать на щит. И это не только слова. Мы видим, что одновременно возрождается сталинизм, но одновременно сегодняшний режим путинский, он же провел те либеральные реформы, о которых мечтали либералы 90-х. То есть монетизация льгот, коммерциализация здравоохранения, ну, фактически уничтожение, уничтожение социального государства. Это чисто либеральные, радикальные какие-то пиночетовские реформы, о которых мечтали. Одновременно Сталин, Православие, там, Тангейзер. В чем разгадка? Разгадка в том, что это все постмодернистская завеса за главным, а главное это стержень нынешнего режима. Что является стержнем? Стержнем является, я бы так назвал, двойная приватизация. То есть мафиозные кланы приватизировали государство и фактически распоряжаются бюджетом, как хотят. Исследования журналистские, в том числе, которые я сам проводил, говорят о том, что 70% бюджета просто распиливается. А при этом говорить вообще об экономике не приходится. Это камуфляж, имитация. С другой стороны, частный бизнес, крупнейшие корпорации, они совершенно подконтрольны. Фактически я бы сказал так, что после дела Ходорковского стало ясно, что единственный частный собственник в стране это Путин. В этом смысле это гибридный режим, в каком-то, может быть, смысле уникальный, хотя на самом деле историки говорят, что есть параллели с Латинской Америкой, четкие абсолютно, или, скажем, с африканскими странами. Но Латинская Америка уже выкарабкивается оттуда, там нормальная демократия почти. Россия же только набирает силу вот этот режим. Я бы еще сравнил с гитлеровским, но это такой гитлеризм light, то есть, опять же, это тоталитаризм и тотальная пропаганда, но Гитлер, он как бы, он тоже ведь очень много лгал и подменял понятия, но в конце концов, ну как, война есть война. В этом смысле российский режим хуже, потому что он половинчатый, и Гитлера, международное сообщество очень быстро с ним разобралось. Здесь сложнее, боюсь, что затянется на десятилетия. То есть, говоря о пропаганде, следует понимать, что это тотальная пропаганда, что это не просто, как бы, вот, лоббирование какой-то одной точки зрения. Нет, это тотальная ложь, на самом деле. Поэтому население живет в мире виртуальном, в мире придуманном. Оно поэтому и не может решить свои проблемы, и не может как-то изменить ситуацию, потому что оно живет в мифологическом мире. Россияне борются с украинскими фашистами, при том, что никакого фашизма на Украине нет. Там ведущие посты, скажем, занимают люди еврейской национальности. Там нормальная такая западная, с многими недостатками демократия. Нам говорят, что это фашизм. И в основных областях то же самое. Везде мифы, поэтому люди просто не то, что они не знают какой-то части правды, они полностью дезориентированы и живут в вымышленном мире. Вот в чем главная проблема России.